Модели взаимодействия сродка у массовой информации и улады. На такую тему в Гомеле проходил двухдневный семинар с отделом всех руководителей региональных СМИ. Под обязанности встречу в нашем материале. С встречи за круглым столом начали замеркование самых острых вопросов. Гомельшина сегодня на вострении информационной войны. Резюмовал основную тему диалога наместник старшины гомельского облаконка Владимир Привалов. Все более набирают силу сектор агитационный, пропагандистский, отличающийся ярко выраженной эмоциональностью и даже агрессивностью. Мир не отказался от прежних форм ведения войны. Оружие по-прежнему стреляет, принося разрушения и человеческие потери. Спецоперация российских войск на Украине стала новой почвой для нового витка информационной войны. Миллионы хакерских атак обрушились на информационное пространство Беларуси. Мы видим, что сейчас против Беларуси, против белорусского информационного поля работают очень профессионально различные центры психологических операций, которые замыкаются на страны НАТО. Их основная задача, конечно, это попытка сформировать состояние неудовлетворенности, сформировать протестные движения. Мы это все видели и в 2020 году, и результаты мы видели и в других постсоветских странах. Конечно же, в этих условиях важно отрабатывать механизмы взаимодействия государства, взаимодействия государства и СМИ, государства, СМИ и общества. Заходные СМИ по сутности стали фабрикой фейковой информации. Распрацована целая технология массового программирования. Первыми ориентирами для них стали элита и молодь. Задача белорусских журналистов – открыть людям в очи, показать правду. Для этого у велезарным струмене информационных крыниц треба утримать и поднять свой ауторитет, подкреслили на семинары. Основный информационный ресурс сегодня – интернет. Некоторые региональные СМИ до этого часа не мают уластных телеграм-каналов. А это истотный недогляд у охопе аудитории, подкреслили спикеры семинара. Важно, чтобы в регионах Беларуси формировались свои лидеры мнений, готовить тех специалистов, которые могут отвечать современным информационным вызовам. Сродки массовой информации у этого не просто часа отримали ролью своя особливого злучного звена помеж громадством и уладой, а от мягчимости чуть один одного и, разуметь, вельми шмат залежить. Ирина Дробышевская, Игорь Марышенко, телерэдва компания Гомель.